Приветствую на канале Девайс! Для этого выпуска я подготовил топ-7 лучших мониторов с Алиэкспресс в 2024 году. Первое место в рейтинге досталось 24-дюймовому монитору GIFOMO, который можно назвать оптимальным по соотношению цены и качества. На момент создания подборки эта модель стоит около 8200 рублей. И цена вряд ли сильно изменится в ближайшее время. За последние несколько месяцев она колебалась в диапазоне 8-9 тысяч, временами поднимаясь до десятки. Попробуй еще найти за такие деньги что-нибудь более-менее стоящее. Девайс представляет собой Monix VA-матрицей с разрешением Full HD, кривизной 2800R, частотой 75 Гц и углом обзора 178 градусов. Есть выходы HDMI и VGA. Могли бы, конечно, еще и USB какой-нибудь впихнуть что ли. Думаю, на себестоимости и цене это бы сильно не отразилось. Монитор явно не топовый, но добротный, да и цена смешная. В понятие добротный в данном случае входит в том числе качество материалов, сборки и заводской упаковки. Да, чем-то теплым и ламповым веет от цельнометаллической ножки. И это в эпоху всепобеждающего пластика, когда производители экономят на каждой громульке металла. Что еще? Под китайскую розетку, но универсальный переходник входит в стоимость. А еще в небольшой плюс запишу полностью русское меню. А в небольшой минус отсутствие встроенных динамиков, хотя так ли нужны эти пищалки. Все одно, приличный звук они не выдают даже в топовых моделях, минусом можно посчитать и VA-матрицу, но как для этого типа панелей все окей. В целом же вердикт такой, монитор далеко не идеален, но для своей цены просто топчик. Загляни в описание под видео, по размещенным там ссылкам ты попадешь на самые интересные предложения моников из этого рейтинга в проверенных магазинах. Там ты сможешь почитать отзывы, ознакомиться с характеристиками, уточнить цены заинтересовавших тебя моделей. На втором месте топа расположился 27-дюймовый игровой моник FIZIL стоимостью чуть более 23 тысяч рублей. В сегодняшнем рейтинге это единственная модель с поддержкой 4К. В плюсы этому девайсу запишу поддержку HDR400, высокое качество картинки, соответствие заявленных характеристик реальности, наличие комплектных шнурков HDMI и DisplayPort, ну и конечно разрешение 4К. Динамики есть две штуки, тоже плюс. А рут довольно громко, но качество так себе, впрочем, чего ждать от встроенных пищалок. Есть и ладно. Да, частоту обновления хотелось бы побольше, чем 60 Гц, но что есть, то есть. Что еще? Помимо дисплей-порта 2HDMI 2.0, у Моника есть разъем 3,5 мм под наушники и USB. Но USB-порт почему-то не во всех моделях. Этот момент стоит уточнить до покупки, продавец, он же производитель, охотно идет на контакт. Подпишись на канал Девайс, поставь лайк, если тебе понравилось это видео, делись своими мыслями и задавай вопросы в комментариях. На третье место я поставил еще одну 24-дюймовую модель GIFOMO Gamer 1080p. Обойдется она около 11000 рублей. Основные отличия Gamer 1080p от Девайса с первой позиции – менее приятная цена. Но более привлекательная частота обновления до 144 и 165 Гц. В остальном же различия, если и есть, то они минимальны. Хмм, возможно, стоило поставить этот Моник на первое место, все-таки частоты 144 и 165 более геймерские, чем 75, особенно в динамичных играх. Но уже что сделано, то сделано. Прежде чем перейти к следующей позиции топа, отмечу легкие манипуляции со стороны производителя. Момент номер один. Если будешь смотреть рекламные картинки изготовителя, обрати внимание на кривизну дисплея, прямо изогнутый, да? Но явно же не соответствует указанному в характеристиках радиусу 2800R и реальности. Вот зачем так делать, спрашивается. Момент номер два. На рекламных картинках указано время отклика 1 миллисекунда, при этом в спецификации прописано и нормальное значение – 2 миллисекунды. Нужно подсказать китайским товарищам, что считать отклик по разгону выключенного пикселя до 100% белого – это уже моветон. 1-2 – невелика разница, но зачем эти мелочные манипуляции? Будьте честнее с народом, и люди к вам потянутся. Это я китайским товарищам, некоторым если что. В телеге у меня есть канал с разными обзорами, рейтингами, сравнениями, а главное – в нем ты найдешь промокоды для выгодных покупок. Подписывайся, ссылка на канал в описании. На четвертом месте внезапно оказалась единственная в топе модель с соотношением сторон 21 к 9 и разрешением 3440 на 1440. Этот 34-дюймовый Моник от Тихий Сун можно взять примерно за 29 тысяч рублей. Со старта отмечу пару не очень важных, но слегка забавных моментов. Первый – производитель на каждом шагу подчеркивает, что этот девайс 4К-монитор. Все-таки у китайских товарищей тяга к натягиванию совы на глобус неистребима. Разрешение у этого Моника, конечно, высокое, но до 4К не дотягивает. Второй – буквенно-циферное название модели может оказаться почти каким угодно, такое впечатление, что изготовитель придумывает новую комбинацию для каждой партии. Ему, может, так и удобнее, а вот пользователю не очень. Особенно, если хочешь найти обзор на какую-нибудь модель N3424Q. Вот как ты догадаешься, что GX348Q – это то же самое? А теперь, внимание, правильный ответ – никак. Чтобы долго не распинаться, плавно перехожу к выводу – топ за свои деньги, по материалам, сборке и картинке – все окей. Монитор своих денег явно стоит. На пятом месте оказалась изогнутая 27-дюймовая модель от компании AOC-SXM. Монитор с разрешением 2К и частотой обновления экрана до 144 Гц обойдется порядка 17 тысяч рублей. Монитор приличный, настроит много, придется немного пошаманить. Дефолтные как-то совсем не алё. Русского меню нет, только английское, кому-то это может показаться недостатком. Что еще сказать? 2К выдает 144 Гц тоже, картинка более-менее с учетом того, что матрица VA, а не IPS. Вроде все. И на шестом месте рейтинга я поместил еще один монитор от TISUN. Стоит он намного дешевле, чем модель с четвертой позиции – около 13 тысяч рублей. Ну и по параметрам скромнее. Диагональ составляет 27 дюймов разрешения Full HD, частота обновления экрана 144 Гц по HDMI и 165 по DisplayPort. Поддерживается HDR400 и AMD FreeSync. В комплект входят кабели HDMI и DisplayPort. Блок питания греется не сильно, есть русское меню. Что еще? А еще в преимущество запишу наличие у производителя склада в Москве, через него можно обменять или вернуть изделие, если придет некондиция. В некоторых магазинах с Алика для возврата Моника по гарантии придется отправлять его в Китай за свой счет. При этом стоимость пересылки зачастую выше цены товара. И седьмое, последнее место рейтинга занимает еще один 24-дюймовый монитор с разрешением Full HD. Модель от уже известного многим россиянам бренда Mukai с частотой обновления до 165 Гц обойдется около 14 тысяч рублей. В целом девайс близок к GIFOMO с третьей позиции, но модель более старая и стоит дороже. А в этом случае даже 3000 разница существенная. Если альтернативу Gamer 1080p в российских магазинах по той же цене и того же качества еще поискать, то с Mukai есть варианты. Вот и подошел к концу выпуск о лучших игровых мониторах с Алиэкспресс. Если у тебя появились вопросы, можешь задать их в комментариях. Да не забудь поставить лайк, если тебя заинтересовал этот выпуск. Заодно на канал подпишись, здесь всегда найдется интересная инфа по железу, ссылки на все мониторы ждут тебя в описании. А на моем канале в телеге ты найдешь промокоды для выгодных покупок. Пока, встретимся в следующих выпусках.